добро пожаловать на уроки Торы. Обычно эти уроки я отдаю на фоне книг, тут немножко другой фон, но уроки все равно будут по Торы, уроки будут основаны на еврейских книгах. Не переживайте. Наша недельная глава, это недельная глава Рэй. Рэй переводится как «Смотри». Мой шрабель обращается к еврейскому народу. И евреям говорят «Вот, смотрите, я вам даю браха в иклалах». Браха – это приводится обычно как «благословение». Иклала – это наоборот, просто проклятие. В Торе написано, что я даю вам браху в благословении и проклятие. И вся неделя и матовича начинается то, что мы все хотим. Твой, я уверен, я не знаю, кто этот урок слушает, кто его смотрит. Одну вещь я уверен, что все, кто его смотрит, хотят быть, чтобы у них было благословение. Каждый может по-разному это понимать, но все хотят быть благословенными. И никто не хочет быть проклятым. Я уверен, если нормально, мне люди слушают. Это все, что все хотят. Мы в молитве, очень интересно, в каждой молитве Шпанавесра, в тегатом благословении, мы просим Всевышнего, чтобы он нам благословил этот год. Каждый день этого года мы говорим «Бораха лейна шраназос» «Благослови нам наш Бог». То есть мы просим. Все, в раха, в иудаизме всегда встречаются. Единственное, что у каждого человека понятие благословения, оно немножко по-разному. Сказывает шутейную историю, когда встретились два еврея. И один друг говорит «О, Иза, я смотрю, ты купил книжку». Он говорит «Да, вот я купил книжку, называется «Как стать миллионером». О, Иза, я тебя поздравляю, даст Бог. Но, к сожалению, в этой книжке, эта книжка поддержанная, и в книжке не хватает почти полустраниц. Ну, Иза, слушай, полмиллиона тоже хорошие деньги. Так, люди хотят стать благословенными. Хотят, чтобы у них была браха. Хотят, чтобы у них был миллион. Но иногда проблема в том, что в их книжках не хватает страниц. Каждая по-разному понимает. Более умные люди уже понимают, что все-таки не в миллионе благословения, особенно в наше время, миллион – это уже не деньги. Некоторые люди вам скажут, что это здоровье, это день, наши дети, наши внуки и так далее. Но все мы хотим, так мы это не понимали, чтобы у нас была браха, но мы иногда просто не до конца понимаем, во-первых, что это значит, и уж тем более многие не понимают, как ее заслужить, получить это благословение. Перед тем, как мы начнем нашу недельную главу, которая будет, конечно, посвящена, так хочу маленькое вступление сделать, что, как всегда, кроме того, что у нас есть недельная глава, она присоединяется на календарь тоже. И в еврейском календаре, нет совпадения, что каждая глава выпадает именно в этот месяц. Мы сейчас, через несколько дней, начнем новый месяц, прошлую субботу мы его уже благословили, и даст Бог, вот эту субботу расходишь будет два дня, суббота и воскресенье это расходишь, алу, то есть 1 июля это воскресенье. И мы начинаем новую полосу еврейского календаря. Еврейский календарь, вообще в целом, еврейский календарь стоило бы минуту упомянуть. Его очень многие четко говорят, что-нибудь, он похож на спираль. То есть мы идем, мы календарь, с одной стороны мы движемся по кругу, каждый год мы проходим еще один алун, еще один алун. С другой стороны мы двигаемся вперед. То есть мы и идем по кругу, и движемся вперед, как спираль. То есть представьте себе, если есть 12, если разделить окружность на 12 секторов, если так можно сказать, то есть есть каждый месяц, Значит, мы проходим еще раз Эл-Уль. В прошлом году прошли Эл-Уль, позапрошлом. Сейчас мы опять входим в эту эл-уловскую часть года. Но с другой стороны, мы движемся вперед. Поэтому я себя ловлю очень часто. Я знаю, я себя часто ловлю. Потому что мой урок каждый год, который связан с Вескандарем, много чего повторяется вроде бы. И опять законы субботы, опять законы суккота, опять законы. Но с другой стороны, мы движемся. Сейчас мы, вот в этой спирали, мы сейчас входим в дни Эл-Уля. На самом деле это 40 дней. Что интересно, они начинаются, эти 40 дней, вот сейчас они начнутся у нас, и они заканчиваются в Йогипур. Сейчас число 40 часто встречается в эл-Уль. Мы сейчас, вот через несколько дней вступим в эти 40 дней. Они необычные, потому что в пустыне, там было три раза по 40 дней. Сначала в Шавот мы получили Тору. В 40 дней больше был на горе Синай. На 40-й день он спустился, и, к сожалению, он увидел золотого тельца, он разбил с Кайжалем. Потом 40 дней он ждал на горе Синай, пока его Всевышний не простил, его еврейский народ. И в Эл-Ул, в начале месяца Эл-Уль, он опять поднялся на гору Синай, и 40 дней он заново получил вторые скрижали. И в Йогипур он спустился со вторыми скрижами, это будет Йогипур. То есть мы сейчас идем по нарастающей, и сейчас те 40 дней у нас сейчас будут, если прошлые 40 дней, они в фаунической литературе называются немножко даже 40 дней днева, и мы еще попрашивали прощения, это сейчас 40 дней Рахамин. Наоборот, Всевышний он милосердный, и сейчас мы начнем эти 40 дней, это число 40. Тоже упоминается Миква, это ритуальный бассейн. И многие-то, конечно, это знают, что есть такая вещь, как Миква. Миква сейчас встречается, когда есть вещи или у человека духовная нечистота, вещь надо окунуть в Микву. В наше время очень многих законов нет, потому что в наше время очень многие этих законов мы не соблюдаем, потому что у нас нет красной коровы. Но в целом Миква – это вещь, которая очищает этот бассейн воды, но он очищает духовную нечистоту, и в Микве написано, Миква должна быть величиной 40, со – это объем, величина объема еврейская. Миква по своей величине она 40-40 должна быть. Интересно, что первая буква слова Миква, это Мэл, тоже 40. И есть, которые говорят, что мы сейчас входим в какую-то эту большую Микву. Человек, вот эти 40 дней, это как бы 40 частей вот этой Миквы, мы как бы должны очиститься. И не только очиститься, слово «очистить» – это значит, что есть какая-то грязь. Каким эту грязь смыть? Кстати, эта Миква, если очень сложно и законно, это не просто какой-то бассейн воды, должна быть свежая или дождевая вода, Миква должна быть построена под большим компетентным раввином. Но вот эта Миква, эта вода, она очищает, как она работает. В комментариях говорят, что когда или сосуд, или человек погружен в Микву, он должен быть полностью погружен в воду. И таким образом, он как будто полностью отрезан от этого мира. В этом мире, в какой-то уже есть очень много всего, конечно, хорошего, есть какая-то нечистота. Когда вещь или человек попадает в эту Микву, он превращается как кусок, он полностью отрезан от мира. И потом, когда он поднимается, уже будет другой человек. Или человек, или посуду, то, что мы окунаем. И поэтому интересно, что Миква пользуется не только, чтобы очистить духовную макобыличество, то мы окунаем, например, это уже там в наше время, простую посуду, которую мы покупаем в магазине. Мы надо её окунуть в Микву. Не то, что она духовно нечистая, никакой там грязи нету, но она теперь становится еврейской посудой. Ты должна её окунуть в Микву, она теперь превращается в более как бы святую посуду. То же самое, если не еврей принимает иудаизм. То есть основная часть Геюра, чтобы принять Геирус, надо окунуться в Микву. И мужчина и женщина, когда они принимают иудаизм, они зашли в Микву не евреем, а выходят из Миквы евреем. То есть Миква, она как бы заново превращается, заново человек рождается, заново вещь рождается. Наши мудрецы говорят, что занимает 40 дней, тоже число 40. От зачатия до того момента, когда зародыши уже какая-то есть душа, занимает 40 дней. То есть первые 40 дней, это как бы там совсем никакой души нету. После 40 дней, после зачатия, там уже есть как бы зародыш, уже считается, что там есть душа, многие циклологические законы на этом построены. Там, если не надо, надо кому-то аборт делать, сложные законы, но занимает тоже 40 дней. То есть 40, это то число, когда что-то заново рождается, что-то изменяется. Это Миква, это зародыш. 40 дней заняло евреям получить Тору, потому что это те 40 дней, когда евреи превратились в еврейскую нацию. Заняло 40 дней. И теперь мы входим, опять-таки, в 40 дней. Шуве, Рахамим, это вот эта спираль, мы сейчас входим, вот эти 40 дней, когда мы, слово раскаяние, покаяние, но подразумевает, что что-то, есть какая-то грязь, какой-то грех. К сожалению, все мы, нет человека безгрешного, уже царь Соломон сказал. Но кроме этого, кроме того, что мы обязаны, конечно, смыть с себя какую-то грязь, если у кого-то она есть, мы заново можем родиться. У нас каждый год в это время, у нас в эти 40 дней, подготовиться к Святым Дням, Рашашана, Йон-Кипур. Человек может стать точно так же, как Миква делает не еврея, еврея, так и еврея тоже может стать другим днем. Человек может подняться на более-другой и более высокий, и более высокий уровень. То есть начинается это, даст Бог, вот эту субботу, это шхой ешелу, и это как бы трамплин, не прыгнуть в Микву, а трамплин, чтобы подняться, подняться, и даст Бог, чтобы мы удостоились. Теперь, в связи с этим, в нашей нене, глава значительно важнее. В нашей нене, глава, которая нам дает браху, которая нам учит о благословении. Мы хотим, все хотят, чтобы на браху на будущий год. Многие люди, многие люди специально ездят в всякие святые места перед Рожошоном, на Рожошону. Многие люди приходят специально к праведнику попросить браху. Все верующие евреи приходят, конечно, в синагогу, Рожоша на им, так наша недельная глава, нам немножко нужно ей помочь. Что же такое благословение, как его получить? Давайте посмотрим, если вы посмотрите начало недельной главы, я перевел его «смотри», но дальше недельная глава говорит в ношном числе. То есть первое слово «рээй» это в единственном числе, Тора обращается к нам, говорит «смотри». Ходей Тора обращается к каждому из нас в отдельности. Рээй, смотри. После этого написано «Я даю, кладу перед вами сегодня браха в аквала, благословение и проклятие». Значит, Тора переходит с единственного числа на множественное. Смотри, единственное число «Я даю перед вами в множественном числе браха в аквала, благословение и проклятие». Многие комментарии обращают на это, конечно, внимание. Во многих переводах, кстати, это упущено. Ни в коем случае я их не венюю, потому что любой переводчик пытается сделать перевод тоже, чтобы он был приятный, чтобы он легко был читать. Если Тора действительно переводить с точностью мозговетическими, просто простому читателю будет она непонятна. Подразумевает, что вы читаете Тору с комментариями. Настоящая Тора в оригинале, она сама-сама подразумевает, что вы ее читаете с комментариями. К сожалению, не все русскоговорящие, англые, знаете, и такие люди, которые читают перевод на это готовы. Это часто в переводах это упущено, но в оригинале еще раз написано «Смотри, я даю перед вами». Почему же мы перешли на множественное чувство? Одни из комментариев упомянуть. Ремойша Фанчтарь, Ремойша Фанчтарь говорит, что каждому из нас Тору говорит, что поскольку перед всеми, в том числе, есть брака и клалам, твоя жизнь как единица зависит от большинства. То есть, если ты попал в хорошую общину, если живешь в хорошем городе, ты, в единственном числе, получаешь браку, который у всего города. Можешь говорить, что есть средние люди. То есть, есть классические разделения праведников, те, которые наоборот, и средние люди. Можешь говорить, что если большинство праведников, тогда же человек, который средний человек, он тоже уже, знаете, он уже получает браку. Если не дай бог, наоборот, большинство в том месте или в том районе или в том городе или в той нации, к сожалению, наоборот, тогда же человек он посредине, но он тоже, не дай бог, может получить проклятие. Это очень важно. Смотри, я даю вам, и поэтому человек должен выбирать очень аккуратно, где он живет, с кем он крутится. На самом деле, Рамба, когда он приводит законы, он приводит это основанно на Димуаре. Всевышний, он так судит мир, вопрос, почему он так решил, но Всевышний судит мир по большинству. И Рамба говорит, что город смотрит на город большинство города, смотрит на страну большинство страны, как нация, большинство нации, мир. Если вы помните, когда Лота, надо было спасти Лота из этих двух городов, там Всевышний разрушился дом, и Абрам пытался умолить Всевышнего, что если там есть какие-то праведники, то праведники могут спасти без гор. То есть мы видим, что иногда судится город как что-то цельное, и теперь единицы каждому человеку говорят, смотри, брахада на всем, будь аккуратнен, где-то живешь. Кроме этого, второе объяснение, говорят, это уже не Рамба и Шпач, другие комментарии говорят, наоборот, каждый единица, каждый индивидуум сам по себе должен чувствовать, что от него зависит все. Понимаете, Рамба говорит, другие приводят классические примеры, как весы. Весы, которые вот почти-почти одна гея перевесит, другую, пару грамм могут перевесить. Когда Всевышний, в Рашушану, будет решать, кто, какой год, кому будет, мы никогда не знаем, чьи хорошие дела, чья какая-то митсва, кто-то там один доллар дал вздохну, или один шекель дал вздохну, тот же никогда не знает, что перевесит, и наоборот, не дай бог, освышел, если что-то что-то сделал, противоположное, мы не знаем, что он может перевесить. Поэтому Тора обращается к каждому из нас. Смотри, причем очень интересно, Рэйн, это знаменитое выражение «лучше сто раз», один раз услышит, убедит, что сто раз услышит, правильно? А тут Рэйн, тут Тора говорит «смотри», это можно увидеть, что есть Браха, есть Клава. К каждому из нас обращается Тора, смотри, от тебя зависит, возможно, зависит будущее всего города, может, всего поколения, никто не знает. Еще раз, с одной стороны, единица должна знать, что он зависит от всех, с другой стороны, все зависят, возможно, от одного. Вот они Рамам, Рамам опять-таки, тот же самый Рамам говорит, что когда человек что-то делает, он должен быть очень аккуратен, потому что никогда неизвестно, какая митва перевесит, и какой, не дай Бог, грех, может тоже что-то случиться. Дальше, тоже важный момент, раз уже мы говорим о митвах, и наоборот, смотрите, что Тора говорит, Тора говорит, что я даю тебе благословение, написано, что ты будешь соблюдать, когда ты будешь соблюдать, у тебя будет благословение. Потом Тора говорит, если ты не будешь соблюдать, у тебя будет проклятие. Так интересно, что немножко стиль изменился. Сначала Тора говорит, что когда ты будешь соблюдать, у тебя будет благословение, когда ты будешь соблюдать все эти заповеди. Если ты не будешь соблюдать, не написано, когда, то есть немножко Тора изменила стиль. Крым, ты не будешь соблюдать, тогда-таки будет плохо. Но как только ты начинаешь соблюдать, то есть значительно легче у Всевышнего на самом деле заслужить брахунь, благословение, чем, не дай Бог, наоборот. Поэтому написано, Гемора говорит, в моем, опять-таки, примере, как и Сейн, Гемора говорит, что если у кого-то будет действительно 50 на 50, опять-таки это очень тяжело себе представить. Разные комментарии даже задают вопросы, понимаете? Мы за год делаем миллионы, я не преувеличиваю, если вы посчитаете, мы за год делаем миллионы заповедей. Потому что каждый раз, когда мы ответили «Амэн», когда мы улыбнулись к кому-то, каждое слово Тора считается заповедей. То есть мы за год действительно делаем, возможно, миллионы заповедей. И иногда у нас здесь наоборот. То есть как такой человеку повезло, что у него ровно 50 на 50. Есть разные объяснения. Допустим, вот ему ровно его эти весы вот зависят. Уже пришла наша шурнан, емкий бой, и вот ровно зависятся весы 50 на 50. Пришла комиссия, посмотрел, куда он теперь? Казнить нельзя помиловать, да? Эдгемора говорит, что в такой ситуации Бог говорит помиловать. То есть интересно, что Бог, поскольку Он милостивый, Он для того, чтобы человека спасти, если будет ситуация, Писан 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 Бог дал, что Он простит, и в нашем мире опять-таки это навел. На самом деле Всевышний, само собой разумеется, сейчас мы увидим, конечно, идея всего этого нет, чтобы кого-то наказать, чтобы кому-то отомстить, и так далее. Всевышний, на самом деле, конечно, как и любящий отец, хочет своему сыну хороший год. все те отцы, которые слушают мой урок, они желают своим детям всего хорошего. Каждый, если еврейский обычай, перед им кепуром благословит своих детей, то есть Всевышний не хуже хорошего еврейского отца. Есть причина, когда иногда надо его наказать, этого сына, то и написано, что, конечно, заслужить что-то хорошее значительно легче, чем наоборот, потому что Всевышний действительно хочет нам дать что-то хорошее. И дальше только в нашей недельной главе вот эта знаменитая фраза, что мы дети Всевышнего, тоже наша недельная глава. Именно та недельная глава, которая перед этими 40 дневным моментом, именно в ней подчеркивается Боним Атта Младшая Малахейка. Все вы дети Всевышнего. Поэтому когда мы будем молиться, мы будем просить Авину Малкейна. Так Всевышний действительно он к нам как отец. И поэтому соответственно перед тем, как мы начнем все подготовление, иногда люди начинают, вот сейчас само слово раскраяние, люди пугаются, расстраиваются, значит, вы не говорите, подразумеваются, что мы грешники. Людям не нравится такой подход. Сразу открываешь книгу, смотришь, значит, надо раскраяться, простить грехи. Такие грехи людям живут, у них все хорошо. Человек, во-первых, надо действительно проверить, так ли это, но надо помнить, что мы не приходим на самом деле в суд и нас хотят наказать, мы не приходим в суд Всевышнему, который наоборот хочет кому-то отомстить. Действительно хотим, чтобы Всевышний хочет нам сделать врагу. И дальше очень интересный момент, если на недельной главе, то стоит обратить на это внимание. Если посмотрите, первые где-то 10 предложений, там начинается такой момент, когда евреи, вы не говорите, что вы зайдете в землю Израиля, и у них была заповедь, они должны были уничтожить все идолов, снести все храмы идолов поклонничества, разрушить все жертвенники, то есть надо было очистить Израиль от всего идолопоклонничества, от всего язычества и так далее. После этого несколько фраз разбить, снести, стереть и так далее всех идолов. Потом интересная фраза «Не делай это Богу Всевышнему твоему». После того, интересно, после того написано разбить, снести, стереть, Тора говорит «Ни в коем случае для Бога такого не делать». То есть Тора если по-простому учить, не надо разрушать, ни в коем случае не разрушать синагоги, ни в коем случае не разрушать храм. Так Раша приводит очень интересно запрет в Торе, запрет в Торе «Не делай ничего плохого Всевышнего». Раша говорит от имени Медоши «Как вообще Тора думала, что нормальное здоровье евреи пойдет разрушить храм Всевышнего». Раша приводит вопрос «Зачем Тора должна нам говорить не вздумая делать такое для Бога? Конечно, Эйчер Тора обращается к евреям, религиозно верующим евреям, и нам говорят, что ни в коем случае не разрушить синагогу». Говорит Раша вопрос «Кто вообще подумал, что еврей такое может сделать? Я приведу Раша ответ. Я хочу задать вопрос на вопрос. Яврейский». Еще раз, Раша задает вопрос, как Тора могла подозревать, что евреи будут такое плохое дело для Всевышнего? Бой Шефайнштейн, которого мы уже упомянули до этого, он говорит, что Раша так удивляет. Знаете, в Торе написано запрет. В Торе написано запрет не убить. Почему-то Раша не сказали, что еврея убивают, но это не евреи. Действительно подозревают, что еврей кого-то утиют. В Торе написано запрет не про Любодессию, В Торе написано много запретов поклонничества. Самый велопоклонничество в Торе тоже запрет любопоклонничества. И Раша не говорит, как вообще можно подозревать, что еврей такими гадостями занимается. Там очень некрасивые вещи запрещают всякие гадости. И почему-то Раша нигде не говорит, что как вообще евреи подозреваете, что такое может произойти. Здесь, почему-то именно здесь разрушить храм, разрушить еврейский избек, еврейский алтарь, то вот раньше переживает, как это еврей, такого никогда не сделает. Больше говорят, что теперь основные вещи. Больше говорят, что любой еврей, даже если он совершенно не религиозный, он не отошел от Бога, он отошел от Торы, ничего не соблюдает. Есть вещи, которые даже самые плохие евреи никогда не сделают. Разрушить храм. Во времена войны было очень много историй рассказывать, когда во времена войны, например, Второй мировой войны, когда фашисты заходили в города, и они брали Тору, они брали цветок Тору, раскрывали, и они очень часто просили кого-то из евреев осквернить этот цвет. Плюнуть, пойти в Россию, и есть несколько, много, не только несколько, историю, которые приводятся, когда полностью нерелигиозные люди, люди, которые были очень далеки, но когда им говорили, или мы тебя сейчас убьем, или ты должен пройтись, например, пройтись по Торе, порвать Тору, люди отказывались от этого делать, люди, которые ничего не соблюдают, что есть такая вещь, как Святая Вечь. Ты можешь говорить, что тут, поэтому Раша удивился, даже все те люди, которые все, может быть, нарушают. Но у любого еврея есть то, что называется вот эта искорка, и когда дело доходит до чего-то такого, евреи такого не сделали. То есть плюнуть, если так можно сказать, грубо говоря, плюнуть Всевышний, бывает такая ситуация, что евреи что-то нарушили. Иногда бывают ситуации, даже евреи, можно сказать, обидеться на Всевышнего. Все может быть, бывает такая ситуация. Но такую вещь сделать, как плюнуть, как говорится, Всевышний, это ее не может. Рассказывать, кстати, историю, если уже про Вторую мировую войну рассказывать. Есть очень интересная история, я слышал, передоступил Радзмена. Был еврей, который прошел через Вторую мировую войну, и, опять, не нам судить, он очень был, слой, если так можно сказать, на Всевышний, после всех ужасов, которые он видел там, он, если такое слово можно сказать, он обиделся на Всевышний. И рассказывает интересно, что он, все, он с ним посолился и принял решение, что на следующее утром он не будет молиться. После всего, что Всевышний сделал с евреями, всякие ужасы, он принял решение, что на следующее утро он молиться не будет. Стоим, может сказать, он всорит, со Всевышным всорит. Он проснулся, него направлено, и потом пошел в зал, он не молится, honится, не молится. Но потом он пошел завтракать. Когда он хотел кушать, он не мог кушать до молитвы. Есть такой закон, что он до молитвы, богобоясный, я не кушаю до молитвы. Так он подумал, он... То есть не молиться может, смирился с мыслью, что он не будет молиться, он не будет надевать пилин, все, он в ссоре со Всевышним. Но он не мог заставить себя покушать до молитвы. Это он не мог. И тогда он сказал, ладно, Всевышний, давай же, мы помирились. Из-за триллянной истории даже евреи, которые... Не все-таки бывают истории, когда действительно евреи отходили от триллянгии. Но любой еврей какую-то искрку в себе несет. А больше приводит интересный отрывок из Гемора. Гемора приводится, что во времена храма была семья коинов. И эту семью наказали. Почему ее наказали? Ее наказали в храме. Все коины служили в храме. И ее звали Билгас. Семью Билгас наказали. Там приводится, почему ее наказали. Почему? Потому что была девушка из этой семьи. Ее звали Мирием. Мирием вас Билгас. И приводит Гемора, что она... Это была времена греческого... Когда греки завоевали иудею. И многие евреи, к сожалению, приняли эту самую греческую культуру. И приводится, что это Мирием вас Билгас. Она была из этого рода. Из какой-то такой янской семьи. Написано, что она отреклась от иудаизма. То есть она приняла такие языческие обряды. Она вышла замуж за какого-то там греческого генерала. И потом написано, что она пришла в храм. И она ударила Мизбеев. Написано, что она ударила... Там место, где приносили же это приношение. Жертвенник. Она ему ударила ногой и сказала, «Ах ты волк, какая тебя польза». И потом мы друзья сказали, что если такая девушка из этой семьи... Значит, это показывает всю семью. Там целый геморр. Почему из одной девушки наказывают всю семью? Ну вот она пошла в храм. И она ударила... То есть на самом деле она вообще не имела права заходить в храм. Женщина по месту не имеет права заходить. Там, где ее стоят жертвы. И она зашла в храм. И она ударила Мизбеев. Будете сказать, такой страшный грех. Мы должны наказать всю семью. Мойший говорит, подождите. Написано до этого. Как история начинается? Она отреклась от иудаизма. Она начала поклоняться греческим идолам. Она вышла замуж за какого-то греческого генерала, солдата. Почему-то никто не паниковал. Никто не начал говорить. Когда вот она ударила жертвенку. Да, она ударила жертву. К этому сказали, что тут не палатка. Опять говорит Ромойшу. Потому что любой еврей, каким бы он плохим, не был. Да, он отрекся. Он поклоняется идолам. Ни в коем случае не Ромойшу. Никто не говорит, что ничего страшного. Очень плохо. Евреи должны все соблюдать. Но даже те евреи, которые, к сожалению, не соблюдают. У каждого еврея есть вот эта искорка. Есть вещь, которую он не сделал. Вот эта женщина сделала. Она ударила. Ударить. Ударить жертву. Это уже слишком. Так еще раз. Мы видим, что даже евреи, любой еврей, у него есть какая-то святость. У него есть какая-то искорка. У него есть что-то хорошее. Есть вещи, которые он не сделает. Кстати, сейчас вот этому еврею вот эту искорку надо теперь разжечь и подниматься. Но мы, наверное, не вернемся теперь все-таки к Раше. Еще раз Раша задал вопрос. Почему же Всевышний должен нам запрещать? Если все евреи понимают, что такую вещь никто не сделает, разрушить храм, никто из евреев храм не разрушил. Никто из евреев такую вещь не сделает. Еще раз. Раша говорит, зачем же Тора говорит? Раша с вопросом, зачем Тора нам запрещает, чтобы евреи не разрушали храм? И Раша говорит, подразумевается не то, чтобы евреи не разрушали храм. Нельзя делать грех. Нельзя грешить. Потому что если вы будете грешить, храм будет разрушен. Вот что подразумевается. Потому что иногда наши деяния, наши действия, наши сожаления, когда евреи ведут себя не так, они должны вести, из-за них происходят вещи не напрямую связанные. То есть не то, что евреи пошли и разрушили храм, не то, что евреи не сожгли его. Из-за того, что евреи грешили 2000 лет назад, храм был разрушен. И вот что Тора говорит. Тора говорит, не греши, чтобы храм не должен был быть разрушен. Это отголоски того, с чего недельная глава начинается, что каждый еврей, он отвечает за всю нацию. И вся нация влияет на каждого еврея. Но ещё одно напоминание, что человек должен следить, и человек должен очень быть аккуратен, чтобы его поступки не повлияли, не дай Бог, на кого-то другого. На всех, одно единое целое. Соответственно, каждый человек должен за этим следить. Дальше, если вы посмотрите дальше на недельной главе, очень часто упомянуто слово «радоваться». Наверное, чаще, чем в любой другой недельной главе, «симха» — это слово. Кстати, есть еврейское имя, и мальчик, есть это имя, и девочек. «Симха» — «симха» — «радость». И, кстати, в еврейском языке, в святом языке, есть очень много разных нюансов на разных отголосах. «Симха», «рин», «радость», «счастье». Очень-очень много разных, даже диалетом, разных моментов, как эту радость высказать. Что это очень-очень важная часть иудаизма. Радость, счастье и так далее. В нашей недельной главе это «симха», она очень часто упоминается. Интересно, она упоминает двояко. С одной стороны написано «вы самахтам», «вы радуйтесь», «радуйтесь», «радуйтесь». В нашей недельной главе приводится, что евреи должны были три раза в год приезжать в Ларисалим, это было три праздника, паломничество. Это надо было радоваться, сукас надо было радоваться. Подчеркивается радоваться. Причем радоваться с Богом. Сам факт, когда еврей, любой еврей, когда у него есть возможность приблизиться ко всемышнему, у него это радость, у него это душа, у него это еврейская душа, о которой мы до этого говорили, вот это искроко. Она как магнит, который чувствует радость. Написано же «радуйтесь Богом». Кроме этого написано «радуйте». Написано, что еврей, он обязан, когда он все этим занимает, написано, что надо радовать вдову, если он есть, не дай Бог. Сирота, как вы сама к нам, написано, что радуйте, что вы должны проследить, чтобы у них были деньги. Причем второе, когда написано второе вдова и их сирота, потому что у какой-то женщины есть муж, она не должна из этого страдать, если у какой-то семьи нет денег. Само собой разумеется, им тоже надо помочь. Так разумеется, что второе подчеркивает вдова и сирота, потому что очень часто им сложнее, чем другим. Само собой разумеется, любая семья, любой еврей, есть у него материальные какие-то проблемы. Есть большая заповедь, большая митца, помочь. То, что мы говорим, что мы один целый народ, так радость, полноценная радость, это когда у них радость. Поэтому второе два раза, два разных оттенка радость. Наша радость, что мы себя радуем, и мы должны радовать кого-то другого, мы радуем их. Подчеркивается, что Бог подчеркивает, что мы должны проследить, чтобы у всех была радость, не только у самого себя. Очень интересно, приводится на счет денег. Начали наш сегодняшний урок на счет миллион, полмиллиона, да? Так иногда, когда дело доходит, дзадаки, все-таки тяжело. Особенно тяжело, особенно люди, которые все-таки выросли, не в стране, в которой такая вещь, все были, конечно, хорошие. Но знаете, у евреев это такая, как дзадака в любой синагоге, если вы приходите молиться, там есть специальное место, куда вы захотите положить, хотите дзадаку пожертвования и так далее. И людям, всем людям очень тяжело давать. И особенно, когда действительно, нету лишних денег. Но этих лишних денег нет. Есть очень прекрасный пример. Бен-Ишхай, Бен-Ишхай был более ста лет назад главным раввином в Багдаде, один из великих аксифарских раввинов. Ну, по-моему, что у женщины, кормящая женщина, кормящая мать, на ней рождается ребенок, у нее появляется молоко. И чем больше ребенок кушает, чем больше ребенку надо молоко, тем больше эти железы, они производят молоко. Если по какой-то причине женщины, например, ребенок заболел, например, и ребенок не будет кушать, она может потерять молоко, правильно? С другой стороны, по мере, по мере, как ребенок растет, ребенок растет, ему надо больше молока. Чем больше он кушает, тем больше у нее молока. Так, у нормальной здоровой матери. Тоже на случай, что точно так же Бен-Ишхай говорит с деньгами. Конечно, неправильно, ни в коем случае. Кто не говорит, что надо давать деньги, потом собирать, чтобы он сам собирал. Поэтому специально постановили, что нельзя давать больше пятой части своих доходов, чтобы не получилось, что человек раздал, а потом саму надо собирать. Но люди, у которых очень часто деньги на хлеб с маслом хватает. И очень часто тяжело, да, тяжело, и боятся, что, понимаете, сейчас такое положение, сейчас деньги с деньгами, что, знаешь, что будет завтра, и вообще в мире такое положение. А очень часто бывает ситуация, когда чем больше человек дает, тем больше Бог посылает. В коем случае, опять-таки, я не хочу не сказать, говорить, что евреи не дают очень много, посмотрите, сколько организаций, и сколько, действительно, люди дают, и действительно, сердце радует. По хорошим поводам, конечно, действительно, евреи, евреи, одна из наших, как бы, черта характера еврейского, это рахманы, что мы милосердные, мы даем. Просто иногда, когда человек боится, когда человек начинает бояться, что вдруг, вот если я дам, то мне самому не хватит. Вот иногда надо посмотреть, на что человек тратит деньги. Очень часто, после того, как он себе все купил, вдруг, знаете, последний, у него последние три доллара забирают. После того, как у вас машину, дачу, яхту и вертолет, у него забирают последние три доллара. Но евреи иногда просто боятся. Надо помнить, что точно так же, как молоко матери приходит по мере необходимости, так Бог дает деньги тоже по мере необходимости. Еще интересный намек, если вы возьмете на еврите, на святом языке, слово бедняк. В Сберии оно пишется они, они, не я, как они, 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 через аин, так это аин, ну иют. Если вы возьмете буквы, которые идут после этих трех букв, если вы добавили, после аин идет пей, после юда идет хо, и после нун идет сам, это кеса. Ну, кеса все знают, да, кеса, даже люди, которые не живут, поздравляют, что знают, что такое кеса. Если вы добавите, если вы что-то дадите бедняку, у вас будет денег. Опять-таки, я не, знаете, как стоял в коммерческих мирах, там внизу такая строчка, бежит строчка, что мы, конечно, ничего вам не гарантируем, и, то самое, министерство взрывоохранения никакой на себя ответственность не берет, то, что я вам сейчас рассказываю. Готово на себя берет, и ответственность, более того, это единственное место, когда в книжках написано, что вы можете Всевышнего, Всевышнего чуть ли не проверить, что вот если вы отдаете десятину, десятина приводится в нашу недельную горе тоже, человек, если он дает сдаку, как положено, Всевышний ему вернет. Берем, может быть, очень редкие исключения, очень-очень редкие, есть разные объяснения, когда они происходят, это тема отдельной урока, но человек, который дает, я уверен, что многие из моих слушателей, зрителей сами могут вспомнить про себя историю, когда вот я кому-то дал, и оно не вернулось. Причем часто возвращается с лихой. И поэтому еще одно напоминание, особенно перед этими святыми дни, у нас через несколько дней будут одна из вещей, значит, мы говорим, что надо раскаяться, молиться, и сдоха. Надо тоже. Человек должен посмотреть, сколько он дает, куда он дает, и я уверен, что все дают, но просто надо, может быть, немножко больше, это очень большое митство, и действительно, точно, когда человек радует кого-то другого, он бедняку что-то дает. Причем, когда мы говорим о бедняках, знаете, в старых книжках рисовали всяких бедняков, знаете, в лаптях, потертых, в наше время этот бедняк, у него может даже и нормальный дом сравнительно, и машине, тот же и не знает. Так это может устроено, но если человек кого-то обрадовал, кого-то привел радость в какой-то рейский дом, это может быть тоже не обязательно материально, это может быть им просто помочь теплым словом, если вы кому-то привели радость, вы с Амахтем, вы кому-то дали симху, вы себе, во-первых, вам приятно тоже будет, у вас будет симха, но Всевышняя долгу не останется, значит, у вас тоже будет, у вас тоже будет симха. Следующий момент недельной главы, который тоже большой момент, это закон о кашрут. На самом деле они повторяются сейчас, они уже были упомянуты в предыдущих недельных главах. Здесь заново повторяются законы, какие кошерные животные, какие некошерные животные. И приводится запрет крови. Чтересный запрет, у нас немножко еще пару дней осталось. Запрет кушать, там написано именно интересно, кушать кровь. Так, опять-таки, нормальный человек просто так кровь не пьет, не кушает. Имеется в виду, что человек должен после евреев, поэтому у нас есть законы, что после того, когда уже корова или животное зарезано кошерным способом, надо просолить мясо, то есть соль, она как бы выжимает всю кровь. Интересно, что в селе написано, что не кушай кровь, потому что кровь это душа живого. Кровь это душа живого. И это, кстати, напоминает, что на прошлом неделе, в прошлом уроке я упомянул, что сердце, это как бы отвечает за наши чувства. Здесь мы видим, что сама кровь это душа. Так, на самом деле, надо не забывать, что некоторые вещи в Торе, это не надо понимать дословно, это намек на это. Даже если вы хотите сказать, что, может быть, великие мудрецы Талмуда не обладали такими медицинскими открытиями, которые обладают современные медики. Может быть, это спорно, что они должны, не важно. Но Всевышний, который написал Тору, он точно, сто процентов знал, и как сердце работает, и как кровь работает. Понимаете? Если в Торе написано, что надо Бога любить всем своим сердцем, написано, что в Торе кровь, в Торе написано, что кровь это душа всего живого, так вам просто надо понять, ни в коем случае не говорить, о, это ошибка, когда Всевышний пишет. Просто надо намек, что некоторые комментарии действительно так и объясняют, что поскольку любое живое, это живое, у которого есть кровь, не может жить, если совсем без крови человек жить не может, так это как будто в крови находится сама жизнь этой коровы, поэтому нельзя есть, нельзя улицоваться этой кровью. Сразу же мы задели кровь, как я понимаю, тысячи людей с Аблёйка шут, конечно, покупают уже мясо в магазине, оно уже просоленное. Но есть два закона, которые я хотел упомянуть. Во-первых, человеческая кровь. Очень интересно, человеческая кровь с точки зрения Торы не запрещена. Запрещена только кровь животных. То есть человеческую кровь Всевышний никогда не запретил. Её запретили мудрецы, но они очень интересно, они её запретили, потому что плохо выглядит, если человек возьмёт стакан человеческой крови и выпьет. Но выглядит нехорошо. Поэтому мудрецы запретили любое употребление даже человеческой крови. И это надо знать, потому что иногда, если человек, например, дёсны кровоточит, может быть, человек кушает яблоко. Кто-то откусил яблоко, и поскольку у него слабые дёсны, на яблоке иногда, возможно, быть такие кровавые точечки. Их нельзя кушать. Это не по Торы, это мудрецы запретили. Но вот эти крови, если у вас действительно такая проблема, их нельзя кушать. Но это только если кровь уже покинула человеческое тело. То есть если у кого-то во рту вы не видите, что происходит, так это вы можете проглотить. Если у вас действительно ничего не надо было, у кого-то кровоточат в зубы, так вы можете это проглотить, пока оно не вышло из человеческого тела. Но нельзя высасывать, если, например, поранился, тоже нельзя высасывать кровь, потому что все видят, что он делает. Это не запрет Торы, интересно, это не запрет Торы, но это запрет мудрецов насчёт крови. И ещё интересный закон, не напрямую связан с кровью, но связан с этим предложением, что поскольку кровь считается как бы жизнью, поэтому в Шаббас мы знаем, что в Шаббас нельзя убивать. Одно из запрещенных, то, что Бог запретил, запрет Торы, это убивать в Шаббас, то есть нельзя в Шаббас выжимать у себя кровь. Если кто-то, например, поранился, иногда, чтобы не болело, выжимают, знаете, выжимают, например, кровь, или высасывают кровь. В Шаббас это делать нельзя. Более того, если укол, укол, который 100% принесёт, чтобы было кровотечение, или брать, например, кровь, это запрещено. Опять-таки, если, например, у человека, действительно, вопрос жизни и смерти, например, у диабетика, они должны знать, например, свой сахар и так далее. Другая ситуация. Но в целом, поскольку кровь – это душа, недословно, то есть оно дословно-недословно, понимаете? Но здесь в Шаббас, получается, нельзя выжимать, нельзя ни в коем случае ничего такого делать в Шаббасе. Просто, между прочим, раз зашла тема, я хочу просто упомянуть. Давайте просто в двух словах я хочу вернуться. Основные моменты моего урока. Мы начали с того, что Рей Браха, Всевышний нам показывает, что я хочу вам дать благословение. Мы сейчас входим в микву, выходим в 40 дней очищения, в 40 дней, когда мы можем заново родиться, мы можем стать совсем другими, именно такими, как мы хотим по-настоящему быть. Мы сказали очень интересные вещи, когда Всевышний к нам относится как больным артом, что мы не его дети, любой еврей, даже самый плохой, есть вещи, которые мы никогда такого не сделаем. И каждый индивидуум, в единственном числе, от него зависит все общество, и от каждого общества зависит индивидуум. И в конце вот эти упомянули мы про симху, чтобы действительно, чтобы у нас была действительно радость, чтобы мы радовали, чтобы мы других были радовались. И элун, для него нет элун, здесь буква аллы пламы, два пламы, это первые буквы, отрывка из песни песней, ани лыдоди, лыдоди вы, Я другу моему, и друг мой ко мне. То есть я, еврей, еврейская нация, друг мой, это Всевышний. И это тот месяц, который даст Бог, чтобы наши взаимоотношения со Всевышним поднялись на лучший уровень, чтобы не спите, но у нас было много радости, чтобы мы радовали Всевышнего, Всевышний радовал нам, и чтобы, потому что мы давнули, этот храм, который был разрушен, к сожалению, из-за того, что евреи себя ввели в нетах, они должны были себя ввести, даст Бог, чтобы он действительно был отстроен, чтобы у нас был хороший год, и, даст Бог, до встречи за следующей неделю. Всего хорошего.